Музыкальная журналистика Огромное спасибо, что вы нашли возможность в сложные наши времена быть здесь Мы вас очень рады видеть Здравствуйте Микрофон Добрый вечер Огромное спасибо, что вы меня сейчас не назвали композитор-минималист А то мне это надоело уже, все время звучит Все время приходится рассказывать какие-то истории про это все Но собственно говоря я здесь того и нахожусь, чтобы вам что-то рассказывать, какие-то истории Поэтому мы приветствуем с самого начала Извините, я может быть регламент чуть-чуть нарушаю Но тем не менее мы приветствуем вопросы И в первую очередь мы приветствуем прекрасную Лялию Кандаурову Которая нам скажет еще какую-нибудь интересную преамбулу Да, мы еще очень приветствуем вопросы от вас Поэтому я думаю, что в течение нашего разговора Вы можете как-то возникающие у вас мысли откладывать в сторонку Для того, чтобы потом обязательно к ним вернуться У нас есть, мне кажется, был третий микрофон В общем, надеемся после встречи с вами пообщаться Павел, такие встречи обычно начинаются с каких-то разговоров о детстве О том, как все начиналось, о начале пути И я пыталась придумать какой-то вопрос, который не будет чудовищно банальным Но тем не менее отдаст дание этой традиции Скажите, пожалуйста, каким было ваше первое сильное впечатление от музыки? Вот вы услышали и поняли, о, боже мой Вообще вспомнить не так просто получается, кстати Потому что сложно понять, с какого момента я себя помню И вот это было точно в Новосибирске в 70-х, в начале 70-х годов Наверное, я себя начал помнить лет все-таки в 5, не в 3, не в 4 Хотя, может быть, и раньше Дело в том, что моя мама преподавала в музыкальном училище фортепиано И, собственно говоря, вся моя жизнь в детские годы строилась вокруг этого И мало того, поскольку меня не с кем было оставить дома одного Никаких нян не существовало Меня мама забрасывала на репетицию симфонического оркестра Где играли все ее однокурсники и друзья И там я сидел и коротал часы, пока она преподает в училище И, наверное, как-то вот тогда уже началось воздействие на меня Но такое, знаете, непрямое А прямое, чтобы вы знали, что это за музыка И у вас был уже какой-то аппарат понятийный Для того, чтобы осознать ее как гениальную Или осознать ее как искусство Дело в том, что я довольно рано начал Воображать себя музыкантом и сразу композитором Я никогда не хотел быть никаким исполнителем Это как раз был мой следующий вопрос Потому что ты же считаешь, что композитор – профессия второй половины жизни Кстати, вот самое время Мы говорили про воздействие Я понимаю, я пытаюсь вспомнить какие-то свои первые ощущения Потому что я действительно вот так глубоко, наверное, не вспоминал еще никогда Мне казалось, что вот, да, вот там Стравинский Но дело, что Стравинский у меня, конечно, появился уже позже И для начала А, мама носила мне пластинки Из музыкального училища, где была хорошая фонотека и библиотека Это были ноты и пластинка Вот я как раз сейчас закольцевал Я сегодня оживил Вчера купленный, наконец, проигрыватель в виниловых пластинок То есть у меня очень много интересных закольцеваний Если кто-то следит за мной в соцсетях То понимает сегодня Очень много интересного может быть обсуждено Вот, и что касаемо ранней музыки Ну, я не знаю Я, у меня мама начала носить В общем, ей спасибо за образование Я, кстати говоря, убежден в том, что Особенно научить композиции невозможно Ни в консерватории, ни в училище, ни в институте, нигде Только на записях классики Только так Воспитанием вкуса музыкального больше никак И вот это Сначала были какие-то симфонии Гайдена Я помню, что какие-то были симфонии Чайковского Конечно, все Не какие-то, а прям все Мало того, я хорошо помню ощущения какие-то приятные Вот, малоизвестные третьи симфонии Чайковского Которая такая в ре-мажоре Она очень веселая Я, знаете, я рано довольно начал С этими нотами и с пластинкой Я же видел оркестр симфонический Я ходил в филармонию на концерты Арнольда Катца Это, так сказать, великий столб дирижирования И наш новосибирский гуру Значит, или гуру, как правильно Мы все время путаюсь И я начал махать вязальной спицей Под пластинки Изображая себя дирижера Тем, что он со мной Тогда уже в пятилетнем и шестилетнем возрасте Учился в некой специальной группе по сарфеджу Некая известная в то время преподавательница Мария Алексеевна Крафт Которая была известна в Новосибирске Вот в этой экспериментальной какой-то группе Я оказался вместе с неким мальчиком Яном Поликом Я знаю, все они теперь живут в Израиле Я помню, что он тогда был уже известен Как вундеркиндирующий дирижер Я, наверное, пытаясь обезьяничать Начал махать этой спицей И все симфонии Чайковского Большинство, наверное, симфоний Гайдена Монцарта Бетховена Вот это все то, что ассоциируется у меня С первыми цветными вклейками Из желтой детской энциклопедии советской С такими картинками, где там неандертальцы идут А у меня Шопен Потому что... У вас недавно Шопен был, я помню К маме приходили ученики Ученицы Я лично сам присутствовал Как одной ученицы Были отрезаны ногти Ножницами тупыми какими-то Вот, и вот Шопен Понимаете, и почему-то эти аборигены какие-то безумные Вот, такие Вкус банана Вы сказали, что вам хотелось Быть композитором Как-то вот сначала, да? А каким было первое ваше сочинение? Я вот как Еще раньше, чем научился я писать Научила меня мама Ноты, каракули какие-то рисовать Значит, я Первое, что... У меня есть сети Сохранились детские тетради Они очень смешные Когда-нибудь сдадут мемуаристы И... Что же там было? Там, я помню, была пьеса, например Волк съел козлика Это сколько примерно лет? Ну, 6, 5, не знаю Потом я был под огромным впечатлением От просмотренного Почему-то в Ташкенте мы оказались В гостинице «Дустлик» Мы там, в этой гостинице Ходили в какой-то третий этаж Каким-то чужим людям в комнату смотреть Телевизор Где показывали 12 стульев Вот с кем? С Папановым, конечно, да? И вот Вот эта вот вся беготня Выразилась, например, в том, что Я написал пьесу в пятилетнем возрасте Под названием В общем, что-то там по поводу 12 стульев У меня было Я сейчас не могу вспомнить название Причем длинное название было Про стул В общем, что-то про стул Который раздирают стул в этом фильме То есть, как бы, вот эта сцена была мной озвучена Такими Умца-умца-умца-умца-умца-умца-умца Такими В доминоре Вот Я при этом Как-то, видимо, развивался Блоряю вот этим занятием По Зольфеджио И кто-то из, слава богу, друзей моей мамы Надоумил ее Отправь-ка ты в Москву Вот эти каракули детские Значит Есть такой Известный был в то время Очень Такой Дмитрий Борисович Кабалевский Был детский педагог Композитор Творчество, в которое Принято по-разному относиться Но при этом Мы знаем его Как человек, который написал книгу Под идиотским названием О трех китах и многое другое Это книга, в которой Дмитрий Борисович Ошибочно подразделил музыку На танец Марш и песню Значит Больше ничего не существовало Это покоробило мое сознание В детском возрасте Потому что Он прислал эту книгу мне В Бандероле И написал такое письмо В ответ на мои рукописи Моей маме Причем рукописное Я очень горжусь До сих пор Потому что у него была В то время Конечно, секретарша О том, что Надо детски поехать в Москву Да Показаться в какой-нибудь ЦМШ Я не помню точное содержание Но Дело в том, что Моя мама всегда дружила Очень всю жизнь С семьей Родственников Пианиста Анатолия Ведерникова Довольно известного Такого же великого Как и Рихтер Только в меньшей степени Знаменитого Нашего прекрасного Профессора Консерваторского Которого я тоже Успел познакомиться На первом курсе В 91-м году Так вот Моя мама дружила Всегда всю жизнь С пятью сестрами Гикер Это вот одна из них Была жена Анатолия Ивановича Ведерникова И Ольга Юлина Господи В общем Вот она собственно и была Вера Юлина была Ее сестра Это мамина подруга Ближайшая Которая недавно Скончалась И Олег Худяков Принял меня в ЦМШ Уже в Москве Это сын Вот Вера Юлина Подруги Ближайшие Подруги Училищной Моей мамы Еще с иркутских времен Я же переехал Вообще-то В Новосибирск И вообще здесь оказался Из города Братск Откуда собственно говоря Родом и наш друг Денис Бояринов Который сидит на первом ряду Welcome Рядом с Братском Вы поступили в ЦМШ Я тоже рядом с Братском Потому что я родился В роддоме Который как мне Объясняла мама Стоит над Братской Гвез То есть я впитал По легенде Все силы Советское величие Нет От этой гидроэлектростанции Я впитал И давай транслировать В виде До сих пор Вы же Хотели быть композитором Но при этом Нельзя поступить в ЦМШ На класс композиции Правильно? Композиции Можно заниматься Это профессия Второй половины жизни Давайте поговорим о чем-нибудь более интересном Вот эта вся информация Она по-моему уже ездит Мне ужасно интересно Правда? Да Скажите, а вы все время Это такой стиль обязательно Что вы все время улыбаетесь Когда говорите в микрофон Вы мне просто нравитесь Поэтому я улыбаюсь Да, хорошо Извините Это такое отступление Лирическое В ЦМШ я приехал С этими письмами От Кабалевского Книжка От трех китаха Многое другое Как вы справедливо заметили Не существует ЦМШ Некого композиторского отделения Для малышей Просто уверена Что многим нашим слушателям Это не так очевидно Я выступал как пианист Сыграл неплохо Но хуже Чем мой другой Заученик Папа, которого в этот момент Поставил бюст Ленина В фойе ЦМШ Огромного размера И в этот момент Вот этого Игоря Его приняли в ЦМШ На фортепиано А мне сказали Что вот у нас места нет Кстати, Игорь прекрасно Здравствует Ныне в Государственной Думе Что в общем Сказалось Я думаю Вот это все Сядет в истории Только хорошо На Игорь Он покинул ЦМШ В какой-то момент Ушел в историю В бизнес И так далее Не буду говорить Имен и фамилии Но тем не менее Это вот такая история Моего поступления Я не поступил в ЦМШ И мы грустно развернулись И потопали С четвертого этажа Значит вниз По этим коридорам Прекрасная школа Которую я очень Ностальгически Воспоминаю И наткнулись На во-первых Такую знаковую женщину Для очень многих Тоже такое Закольцевание происходит Какие-то истории Сейчас Анна Даниловна Артаболевская Учительница Алексея Любимова Моего большого друга И соратника С которым мы Только что выпустили Альбом Я вернусь к этому Потом Вот Анна Даниловна Артаболевская Знаменитый преподаватель Музыки В ЦМШ Она Нас отловила Моя мама Где-то в коридорах Там Значит И сказала Что Вы куда Вы что Домой Нет Ни в коем случае Идите Поступайте На любой другой инструмент Только не уезжайте Никуда Не вздумайте И Вот как раз Тут же был встречен Волшебный Вообще Моя жизнь Это такая череда Неких случайностей Удачи Наверное Или же Кто-то скажет Божественного проведения Вот Но я это Реально чувствую Поэтому говорю об этом Несмотря на то Что я терпеть не могу Пафосы Все Что с этим связано Вот И Анна Даниловна Отправила меня Значит Куда Олег Худяков Был встречен Друг маме И подруге То есть Я сейчас рассказываю Такие вещи Которые надо Потом записать Наверное И в книгу Да И издать Видимо Это и произойдет Рано или поздно Когда меня парализует Вот я займусь И Значит Мысль теряется Может у вас есть Какой-нибудь вопрос Ну Все-таки Все мне терпится Узнать инструмент На который Олег Худяков Флейтист Он прекрасный Флейтист Специалист По старинной Флейти По барочной Флейти Он профессор Консерватории Вот я к нему Еще молодому Попал в руки Прямо тут же Можно сказать С рук на руки От Анны Даниловны Ортаболевской А он как раз Пришел устраиваться В ЦМШ К Должикову Знаменитому Должикову Профессору Флейти Совместителем Так В тот момент Многие Подрабатывали В ЦМШ Значит Работа где-то еще Имея там Какие-то часы Вот ему нужно было Срочно Вообще-то Учеников Класс И все такое И я подвернулся Для него тоже Довольно удачно И надо сказать Что я вот уже Значит После этого Будучи Да Я побывал У Должикова Он сказал мне Покажи зубы На этом Заключался мой Экзамен по флейте Значит Я поступил Таким образом Но Я принес Все эти ноты Должикову И он Сказал Что зачем мне Композитор Конечно Ну ладно Но надо сказать Что все Должиковские Флейтисты Они все Очень продвинутые Люди Играющие на роялях И вообще Все очень крутые люди Сидят На первых местах Во всех оркестрах Так что я в этом смысле Примыкаю к очень хорошей семье Вы с удовольствием Вспоминаете учебу? Я проучился Восемь лет На флейте В ЦМШ И После этого Я совершил Удивительный кульбит Которого Наверное Никто не совершал Я из одного края Партитуры Прыгнул в другой И год проучился На контрабасе Потому что Я потерял флейту В электричке Я забыл ее На станции Панки Или Панки Как некоторые Любят говорить С Казанского вокзала Там есть такое Разветвление дороги На железнодорожной идет И ко мне Воскресенск Дело в том, что мы Восемь лет После поступления В ЦМШ Прожили в Подмосковье В разных местах Я восемь лет Ездил в электричке Каждый день Туда-сюда Делая уроки Все в тамбуре Иногда Чаще Все-таки Сидя И Вот В этой электричке Я забыл флейту Денег не было Купить новую Не представлялось Возможным Да и Нафиг она была Не нужна Мне эта флейта К этому моменту Абсолютно Я помню, что Я выучил Ронда Моцарта Для скрипки Есть такой Такая С шестнадцатыми Плохо пою Поэтому не буду Вот И Значит Контрабас 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 был привезен Мною и моей мамой В город Воскресенск В поселок Лопатинский Рудник Это Под Воскресенском Такой небольшой Поселок Городского типа Такой Из хрущевок Состоящий Кстати Довольно благоустроенный Я провел там Четыре года И прекрасно Ходил там На разнообразную Рыбалку И прочие Подростковые вещи Играл там В футбол И в странный хоккей Таким Теннисным мячиком Вот там Я Собственно говоря Я позанимался На контрабасе Год Выучил Гамму-ми-мажор Один этюд Сейчас могли бы Что-нибудь сыграть Теолитически На контрабасе Наверное Гамму-ми-мажор Могу изобразить Ну так Фальшиво будет И Вот Ну очень Люди конечно Веселились От этого прыжка По партитуре Вот Но таким образом Я немножечко Как бы освоил Какой-то струнный инструмент Что было полезно Наверное Хотя до сих пор Вот не умею Писать для струнных И плохо знаю Какая музыка Вам нравилась Консерватория Вот Ваше студенчество Пришлось соответственно На 90-е Да 91-й год Вы сказали Мы все-таки Восемь лет пропускаем Окей Мне они тоже Не такие интересные В смысле воспоминаний Но я могу просто На любую тему Трещать очень долго Вы меня только остановите Вот и прогоните Потому что Я извиняюсь за свою Дикую многословность А последнее время Развелась Вследствие Частого хождения На какие-то интервью Ну давайте Вот вы поступаете В консерваторию Да? Начало 90-го? Консерватория Случилась после армии Понимаете Как вот можно пропустить Два года Службы с джазовыми людьми Из Гнесинского института Мне очень повезло В армии Попасть в оркестр Ну не сразу Но тем не менее Я служил В Твери В Суворовском училище В оркестре И потом был Выгнан из одной армии Из-за плохого поведения В другую армию Под Нижний Новгород Я плохо исполнял Свои служебные обязанности И перерекался С идиотом-дирижером Венгером по национальности По фамилии Ваш Василий Михайлович Ваш Я думаю источник Каламбуров была Эта фамилия Ну мы Понимаете Каламбурили до тех пор Пока он не Проявлял свою вредность А он был такой С бабским характером С толстой задницей Вот И в общем Такой странный был Человек Может живой до сих пор Говорят, что он спился Там где-то на Элеваторе в Твери Вот Есть такой район Элеватор Там И еще я помню Очень хорошее было Дмитрово-Черкасское кладбище Но я отвлекаюсь От основной Темы нашего разговора Ляля Скажите Спросите меня О чем-нибудь лучше Армия Потом консерватория Вот Хочется понять В какой момент Сформировался Композитор Карманов Вот Понимаете Убежден в том Что композитор Вообще Сейчас я серьезно Буду Это Такой Микс Да Вот того Что может Называться Наверное Вкусом этого Композитора Ну Каких-то его Пристрастий В любом случае Это соединение Того Что ты любишь Странно было бы писать То что ты не любишь Правда Но вот Хотя некоторые Мои друзья Коллеги Авангардисты Часто пишут музыку Такую Кажется что они Людей ненавидят Прямо Вот Хотят их расстреливать Каждый день С утра до вечера Чем они и с успехом Занимаются На Кстати В фестивалях Типа Другое пространство Любимый мой фестиваль Спасибо огромное Володе Яровскому И прочих заведениях В прочих фестивалях Такой Резко звучащей Авангардной музыки Которой я очень Влекался Именно в школьные годы Еще Когда вот Как раз таки Я ездил В электричке Мимо станции Панки Или Панки Вот И вот это вот Все Я один раз Встретил Глухой зимой На станции 42-й километр Двух бомжей Которые жрали сало Из-за такого Заскароузла Ладно В общем Это все Я просто О том Что подействовало Сознание К моменту Окончания Не вполне Откуда же Вы знали Вот эту Сложную Диссонантную музыку Откуда же Вы ее брали В последние годы Прямо снимаете Спасибо большое Я увлекался В школьные годы Классе В восьмом Девятом Всякими Разными Странными Вечами Например Хэви метал Любовь Любовь Они переписывали С бобин Изначально С виниловых проигрывателей Какие-то записи Я там записывал Рони Джеймса Дио И параллельно с этим Я страшно увлекался Пиндерецким Мой Шеф В консерватории Анатолий Быканов Надо сказать Что я в консерватории В ЦМШ Учился У нескольких Учителей По Сейчас В данном случае Композиции И один из них Был Анатолий Быканов Прекрасный Наш Добрый Вечно Красного Цвета Директор Кстати говоря Красный цвет Директора В ЦМШ Это вообще Удивительная вещь Следующий Беченко Тоже был Красного цвета И умер От того же От фотки Вот Как этот Пожарный щит Вот И Значит Испытываю Да Анатолий Быканов Мне просто подарил Целую коллекцию Своих Пластинок Пиндерецкого К чему я вспомнил И Я Мы С другом Моим Который Теперь В Туле Значит Слушали Страсти по Луке С партитурой С гигантской Вот этой Огромной Польской Партитурой Можно Воспоребью Скажу А что вам нравилось В этой музыке Вот сейчас Только что сказали Про музыку Авангардную Диссонантную Так сказать Ну атакующий слух Как про музыку Некомфортно А что вас Это я потом И уже пришел А в тот момент Я Как раз После изучения Контраваса И потери Флейты На станции Панки Или Панки Значит Я Наконец-таки Вступил В Вот это Утлая Суденышка Теоретик Композиторов Значит Который плывет Тоже в ЦМШ Обычно С восьмого класса Или с девятого Он по-моему Для меня Специально сделали С восьмого В том году В каком-то году В восемьдесят шестом Или пятом И собственно Я стал теоретиком И стал посещать Лекции в том числе Великого Юрия Николаевича Холобова Который Доктор искусствоведения Наш Знаменитый Автор учения О гармонии Нашего Российского Вообще Мирового Вот И собственно говоря Вот Мы посещали С всеми Моими одногруппниками Все концерты Шнитке Дениса Губайдулина Я почему Все объясняю Я вот Был очень В курсе И очень В материале Да Вот в этом В материале Советского авангарда Сразу сейчас отмечу Что когда я приехал В Москву Первый концерт На который я попал С легкой руки Олега Худякова Флитиста Это концерт На котором он играл И это был концерт В семьдесят Каком-нибудь восьмом Понимаете Году В доме Художников Я попал На концерт Впервые увидел Вибрафон Марка Пекарского И Владимира Мартынова Услышал Как впоследствии Выяснилось произведение Пассионс Лидер Я познакомился С Мартыновым В двухтысячном году Наверное Или в девяносто Каком-нибудь девятом А в семьдесят восьмом Я первый концерт Посетил Вот его Тоже Опять закольцовка Закольцовка Сплошная какая-то У меня в последнее время В жизни Может быть Это наивный вопрос С моей стороны Надо понимать Что мое детство Как раз пришлось На начало нулевых Поэтому для меня Тот период Про который вы рассказываете Это период Из учебника Истории музыки И У представителей Моего поколения Более или менее Есть ощущение Что новая музыка Вот какая-то Интересная музыка Музыка Которая вырывалась Из большого советского канона Она была Нон-грата И она была Ну в общем Не звучала И в большом счете Государство Делало вид Что этой музыки Не существует Какой статус Примерно был У концертов На которых звучала Музыка Советских орангардистов Необычайно важный момент Заключается в том Что ЦМШ Она конечно Как и консерватория Дает Среду В первую очередь И В ЦМШ Я оказался В компании Одноклассников Из которых Многие были Детьми Известных музыкантов И Прочих деятелей культуры И Сдружившись Например С внуком Композитора Яна Фрэнкеля Тоже Яном Я стал С детских лет Бывать вместе с ним В домах Творчества композиторов Именно в Рузе Не в домах А в одном единственном доме Творчества композиторов И начал бывать С середины 80-х годов Вот с Янником И прежде А потом я уже Сам ездил А сейчас я уже Не езжу туда Потому что стало В Рузе дороже Чем в Турцию Например взлетать И в Турцию Городцы теплее Кстати А там Зато там такая Ностальгическая атмосфера На эти драные обои Не везде Но такие Тем не менее Некоторые В некоторых дачах Еще сохранились С 70-х годов Пожелтевшие А где-то у меня Были фотографии Но сейчас там идет Какой-то ремонт В Рузе Но была дача Шостаковича С таким унитазом Ну ладно Это я потом В другой передаче Расскажу А просто я к тому Что Копите вопросы Друзья Что? Просто если вдруг Кому-нибудь Хочешь задать вопрос В чем заключался унитаз За ваше Как бы Как сказать За ваше внимание В общем Правильно ли я поняла Что вы говорите Вы идете к тому Что все-таки Нужно было быть частью Музыкального мира Для того Чтобы на эти концерты Попадать Или нет Я им был Просто был Через вот эту Рузу Через какую-то общность С Не знаю С Сашей Рождественским С сыном Геннадий Николаевич Который был Моим одноклассником Тоже я был Бывал у них дома И у них такая Огромная квартира Соединенные две квартиры На каретном ряду В доме Большого театра И я помню Что мы с Сашей Переходили из квартиры В квартиру Прячась от бабушки Которая ходила Саша Там скрипела А мы От нее прятались И в какой-то момент Он мне открыл холодильник А там было пусто И только стояла Трехлитровая банка икры Черной На тебе ложку Это был единственный раз Когда я ел Черную икру Ну как бы Понимаете Среда Приобщился К черной икре В том числе И Смотрите Люди уже уходят Уже распугал Значит Да Среда Значит Я В конечном итоге Уже После консерватория Вступил В этот союз композиторов Стал на полных основаниях Пользоваться Всеми Привилегиями Они существуют И Например Мне выдано Не только удостоверение Члена Но еще и Некое удостоверение По которому Я имею право На дополнительные 20 метров Жилплощади В городе Москва Под кабинет И эта бумага Она Очень смешно Это постановление Подписанное 1937 года Но Ее до сих пор Говорят Если вам поможет Пожалуйста И дают Выдают У меня есть Кстати Я пользуюсь Привилегиями В конечном итоге Ну так уж За свои деньги Давайте Вернемся К вашим вкусам Тогдашним Вам нравился Пиндерецкий И Ижи с ними До какого момента Обожаю До сих пор Пиндерецкого В общем раннего Позднего Ненавижу Он стал ужасно Скучным Под конец жизни А вот Времен Плача По жертвам Хиросимы Там есть Очень живописная Музыка для оркестра Вот эти Старые винилы Я кстати Вот найду их И обязательно Устрою Прямой эфир На эту тему Потому что Я последнее время По-другому Уже не живу Я только сплю Уже Не в прямом эфире Кажется И сейчас Я вот кстати Не в прямом эфире Извините Да Все схвачено Вот Вкус менялся В классе Восьмом В девятом Несмотря на все Увлечения Пиндерецким И Шнитке Денисова Губайдулина Значит Шнитке Конечно Тоже был Спортитурами Денисов Мною любим В меньшей степени До сих пор Даже Ну тоже Мы ходили На голубую тетрадь По Хармсу Я помню Классная Где висели у него Рюмки Крышки От кастрюль И на них Играли инструменталисты Это кстати говоря Одно из Удачных Я считаю Нововведений Эдисона Васильевича Одно из Таких Наиболее Удачных На мой вкус И Ну вот Просто Классе в девятом Я сейчас Я доведу Свою мысль Классе в девятом Я Знаете Вот Вдруг понял Что мне Сидеть И перебирать Пальцами на Пианино В ре-мажоре Гораздо Просто Что там Блянко Бездумно В таком Марьеве Находиться Гораздо Приятнее Чем Вот В мире Пендерецкого Шнитки Денисова И Губайдулиной Вот Прямо Я написал Я тогда писал Условные Такие фортепианные Произведения Называются Соната У меня По-моему Было штук 6 Или 7 В школьные годы Вот Я написал Какую-то Сонату Номер 6 Нет 5 По-моему Или 4 Назвался Взгляд на солнце То есть Вот Знаете Если посмотреть На солнце Вот эти Потом Такие Блики В глазах Моргают Долго Не видишь Чего-то Вот Это Имелось Ввиду Взгляд на солнце В моем понимании И там Действительно Присутствовал Вот это Марьево Из Перебираний В реймажоре И Это Я думаю Так Было Отправной Точкой Для моего Движения В сторону Примитивизации Потом Старею Понимаете Все Хуже Работают Мозги Я правильно Понимаю Просто по Описанию Я боюсь Произносить Это слово Но по Описанию Сонаты Номер 6 5 Или 4 Она была Минималистская Мне страшно Я знаю Что Композиторы Ненавидят Ярлыки И Мне повезло Брать Интервью Про отца Минимализма Которые Называют Его Просто М-ворд Как бы Ненавидя Его Настолько Что Даже Не Хочется Его Присносить Это Кокетки Так себя Ведут А Мы Брутальные Мужики Мы Себя Ведем Беззастенчиво То есть Поворот К минимализму Произошел В школе Как Выяснилось Но Мы же Говорим Сегодня О закольцованностях Разного Рода Потом Это Знаете Как Это Наверное Получило Своё Подтверждение Вот В армейские Годы При общении С этими Джазменами Из Гнесинки И При Впитывании Таких Имён Как Киз Джаред Или Майлс Дэвис Или Чет Бейкер Вот Это Мои Любимые Кстати Из джазового Мира Люди Как Вы Понимаете Все Они Такие Кул Они Немного Такие Прохладные Вот Это Мне Очень Льстит Я Из армии Вернулся В поисках Некого Отделения Джазовой Или Эстрадной Композиции И вообще Не собирался Поступать В какую Консерваторию Я Настолько Заболел Джазом И В армии Занимался Тем Что я Производил Аранжировки Для Нашего В В Вокально Инструментального Ансамбля Кто не Знает Так Расшифровывается Аббревиатура И Я Прошел Огонь Воды И Медные Трубы Произведениями Пера Ларисы Долиной Например Льдинка Льдинка И там Был Еще В то Время Популярный Ласковый Май И Группа Мираж Гулькина Великая Гулькина Бах Ген Гулькина Генисов Такой ряд Выстрелился В моем сознании В армии Но когда я вернулся Из нее Я не нашел Никакого отделения Джазовой композиции Потому что все Джазмены Они сами Себе и композиторы Считается И Я с неудовольствием Поступил в консерваторию Нехорошо Хвастаться С 30 баллами Из 30 Потому что Мне очень помог Прекрасный Органист Саша Родионов Такой У нас есть Очень своеобразный Абсолютно Талантливый Гениальный И человек Такой Наш Каравайчук Я бы сказал Музыкального мира Московского Александра Родионов Он По совместительству Большой док По По части Гармонии И Полифонии И у меня подготовил По просьбе Моей мамы Как раз таки Которая Проработала Много лет На факультете Военных дирижерах При консерватории Так что мы С военно-дирижерской стороны Тоже имеем Небольшое отношение Вот Значит В консерватории Я Сразу Попал В компанию 14 однокурсников Каждый из которых В разной степени Авангардности Творили Какие-то свои Манускрипты И не только Ману В то время Еще только Манускрипты Вот Но Надо сказать Что Я Как-то сразу Ну как вы понимаете С мозгами Повернутым Натальей Гулькиной Я не мог уже Писать ничего В духе Какого-то Авангардизма Несчастного Вот А давай Искать Чем бы мне заняться В этой жизни И Вот В тот момент Совершенно волшебным образом В числе прочих гостей Я проживал Уже в Москве Мы переехали в Москву В 87-м году В коммуналку Ну Недалеко от улицы Щипок Это рядом с Павелецким Вокзалом И там В коммуналке С колоритной Розой Петровной Соседкой Я проживал еще 17 лет Потом В общем Потом я закольцевал Какие-то вещи И оттуда Ну вот Там У меня В гостях Появилась Такая В наше время Известный Композитор Из Германии Александра Филоненко Надеюсь Что ее скоро Исполнит Наконец Другое пространство Как и Всех ее Соплеменников Из Берлина Но В общем Мы С ней Слушали кассеты В то время Еще Толком не было Даже компакт-дисков 91-й год Я думаю И вот Она принесла мне От своего учителя Своего гуру Или гуру Владимира Григорьевича Тернопольского Который Сейчас Является Гуру Или гуру Для всех Композиторов Занимающихся Авангардной Музыкой Вот Он записал Ей кассету Как ни в коем случае Нельзя делать Такие образцы Филипп Глаз Там Всякая Вот эта Мутата Знаете Тири-тири Как говорил Лемон Наш Альберт Семенович Покойный Завкафедрой Тоже Один из моих Учителей Я считаю Хотя я Прямой не учился У него Вот он говорит Тири-тири-тири Ну что это вы Такое все Пишите нам Павел Ну он меня знал С детских лет И поэтому терпел И в общем Как-то так Дотерпел до конца Слава Вообще Слава Богу Что Ему хватило здоровья Дозаниматься Со мной До конца Консерваторских Времен А в консерватории Я начал писать Произведение Под условным Названием Ре-мажор Сначала Я написал Ре-мажор Один Вот это В ре-мажоре Перебирание Пальцами Извините За выражение Пальцами Значит Из девятого Восьмого Класса Опять Уходят люди Действительно Нечего тут Делать Дурак Какой-то сидит Значит Вот это Перебирание Влатилось То, что Я побежал А То, что Я услышав На кассете От торнопольского Музыку Композитора Стива Райха Я Услышал Что Вот оно Там и есть Это Перебирание Пальцами На рояле В ре-мажоре Именно Есть такая Пьеса Music for the large Ensemble Для большого Ансамбля Это Одна из любимых Моих пьес Стива Райха Вот ее записал Владимир Григорьевич На кассету И услышал И побежал В консерваторскую Звукозапись Уже слушать Что там Есть фонотеки Там был Дезерт Музык Еще там Что-то Дифферент Рейнс Конечно Вот И в общем Пошло-поехало Все это вместе С Конечно Арва Пяртом Майклом Наймэном Вот Вся вот Эта компания Хотя Разные люди Несопоставимые Несовместимые Сильно позже Я узнал Про Существование Симеона Тенхольта Хольта Или Холта А я Вот Холт Его Называю Например Вот Какая-то Такая Цепочка Правильно я понимаю Что 90-е Были Таким Вообще Постперестроечные Времена Довольно Жирным И благодатным Временем Для российского Минимализма Оно Жирным Было Для Фонда Сороса И Фонда Форда Которые В общем Вложили Определенное Количество Денег В записи Друга Нашего Гуру Или Гуру Панки Или Панки Владимира Мартынова Все Многочисленные Диски Владимира Мартынова Это Плод Жирования В 90-е Годы Я Не Застал Этого А То есть Вы Познакомились с Мартыновым Позже И Фестиваль Альтернативы И так далее Все Вот эти Исторические Вехи Русского Минимализма Дело В том Что Фестиваль Альтернативы Существует С 80-х Годов А Я О Существовании Узнал В конце 90-х Надо Сказать Что Тут Я Упомяну Мою Рок Деятельность Впоследствии 17 лет Попробовал Пианистом В группе Вежливый Отказ Такая Прекрасная Лучшая В стране Группа Авангардного Рока Рекомендую Кто не знает Ознакомиться А еще До этого Момента Я Сразу После Консерватории Оказался В цепких Руках Нашего Патриарха Неоклассики Алексея Айги И Вместе С ним В общем Стоял У истоков Ансамбля 4.33 Даже Алексей Тут Недавно Упомянул Что Я приводил Туда Скрипача Было Дело Дело Действительно И ни Одного И Виланчилисты Приводил И ударников По-моему Приводил Двух Но В общем Все эти люди Не прижились В ансамбле 4.33 Собственно Я тоже Впоследствии Покинул Коллектив И С 2000 Года Я занялся Авангардным Рок Музицированием И попал В категорию Легенды Русского Рока И повесил На свою Входную Дверь Значок Легенды Русского Рока Почему Я боюсь Что-то сказать В присутствии Светил Музыкальной Журналистики Но Я представляю Себя группу ACDC И вообще То, что Вы назвали Как довольно Бесхитростный Рок А при этом Вы Отрицая Авангард И избыточную Сложности Присоединились К рок-группе Которая играла Очень сложную музыку Почему так происходит Ну, во-первых Я к рок-группе Присоединился Случайным образом Как и все В моей жизни Происходит Все происходит Случайно И даже Здесь оказался Случайно Вот сейчас А в Вежливом отказе Как раз Меня Выгнал Алексей Айги За плохое поведение Из Группы Среди города Парижа Точнее Я его выгнал Из своей жизни Вот И Ну, собственно Потом В нее принял Но в ином качестве Вот Но Уже в 2000 году Мой В тот момент Уже Приятель И друг Антон Подогов Наш Тоже Большой Большой друг И Прекрасный автор Я боюсь Приносить Это слово Ругательное Наш московский Прекрасный автор Он Меня Собственно говоря Я порекомендовал Вежливый отказ С точки зрения Ну Как вот Пианизма То есть Оригинальный Олдовый Так сказать Пианист Группы Вежливый отказ Максим Трифан В тот момент Попал в аварию И Повредил руку И я его Фактически Заменял 17 лет Сейчас он вернулся Я Группу покинул Но иногда Возвращаясь В некоторых песнях Вообще скучаю Очень по этой группе И совершенно не скучаю По 4.33 Но Тем не менее Отвлекаясь От моей Рок-деятельности Так называемой И возвращаясь К консерваторским временам Вот Вот эта Вся смесь Включая Армейские Увлечения Натальи Гулькиной Вылилась В создание Сейчас вот Пошли уже Какие-то пошлые фразы Да Собственно Стилистики Не знаю Я сторонюсь Всего пафосного В этом смысле Мне не близки Многие мои коллеги Которые очень Чрезмерно пафосные В моем понимании Ну С иронией И с рефлексией Приблизительно У них обстоит так же Поэтому Мне кажется Что Никакого Избыточного пафоса Мы здесь Не рискуем Ну я уже Столько вам Сегодня рассказал Что уже О пафосе Речи нет Всего 40 минут прошло Хорошо Давайте к минимализму Вернемся на секундочку Как вы считаете Минимализм российский Есть у него Какие-нибудь Отличия От Минимализма Записанного в качестве Вредных советов На кассете Композитором Турнопольским Начнем с того Что Ну как такового Никакого Российского Минимализма Не возникало Ну как же Есть большие имена Но Тем не менее Будем говорить Что это просто Российские представители Того же самого Минимализма Который существует В природе Знаете С Памятных времен С Доисторических времен А еще раньше Следуя Как бы Нашей теории Нас Так называемых Минималистов Минимализм Это такой поток Звуковой Музыкальный поток Это даже Не всегда музыкальный поток Это поток жизни Вот я сейчас С вами говорю Тоже минимализм Ведь бла-бла-бла-бла Ведь четыре раза Повторил одно и то же Минимализм Ведь правда Повторил И так же в природе Понимаете Смотришь На постоянные Повторяющиеся Картинки Проплывающих Облаков Или Неспадающих Водопадов И не приходят Те в голову Что это Одно и то же Слишком долго Раздражает А вот Филиппа Глаза Ругают Например Почему так Приличных людей Раздражает Филипп Глаз Очень меня волнует Ну Потому что Филипп Стива Райха В любви к Стиву Райху Не стыдно признаться А Филиппа Глаза Все слушают Протворительно убедившись Что никто Тут недавно вывел Про Стравинского Это видимо Лезвие Острия ножа Зоны хорошего вкуса Я вывел Про Стравинского Это касается И всех остальных Это действительно Так удержаться Не просто на этом Где-то там В пошлятину Сваливаешься И как Происходит Со многими Композиторами Со мной Постоянно происходит А где-то Понимаете Вот Глаз Ну Глаз На мой вкус Это На мой Непросвещенный вкус Он конечно Болен самоповторами В большей степени Чем кто-либо другой Но С другой стороны Кто запретит Восьмидесятилетнему Композитору Писать Так Как он хочет Греховность Самоповтора В минимализме Немножко Это похоже на шутку Дело в том Что я привык Понимаете Все время Жить И проводить Свою жизнь И деятельность В кругу Как раз таки Моих Этих Всех друзей Авангардистов Однокашников Разнообразных Музыковедов Бесчисленных Музыковедем Этих Всех Несчастных Не имею ввиду Вас Ни в коем случае Если у нас было 14 однокурсников Композиторов То музыковед Было 35 Ну просто Я к тому Что некоторые Из них Теперь Стали знаменитыми Журналистами А когда-то Ходили Серии Серого Знаете Мимо Такие Шмык Шмык Это опять Был минимализм Значит И Минимализм Это такой поток Можно все Что угодно Называть А можно Не называть Ну вот Читала мнение От одного Известного Современного Композитора Работающего Скорее В Условно Будем говорить Авангардной Эстезе Что на русской почве Минимализм Приобрел Ну вот Тот привкус Который свойствен Русской культуре Вообще Русская культура Занимается Большими сюжетами Большими темами Тяжеловесными Мощными Философическими Я кстати Вполне себя Ощущаю Наследником Русской композиторской Школы Не взирая На то Что я Еще и Являюсь Наследником Просто Тупого Композитора Стива Райха Мне кажется Я абсолютнейший Его наследник Я в меньшей степени Наследую Мне кажется Именно Гласу Какому-нибудь Хотя Тебя тоже Иногда Нет Нет Да И понаследую Я знаете Вообще Я за Здоровое Цитирование Тотальное Во всех Его проявлениях Цитирую Все везде И даже Это выливается В то Что в моих Передачах Последнего Времени Я занимаюсь Перетрансляциями Как мероприятий Прямо С экрана Телевизора Так и Сам себя Перетранслирую Постоянно Меня это Забавляет И занимает Некоторым образом Моя жизнь А Про минимализм Я не знаю Каждый пишет Какую-то Свою модель Того Что Ему кажется Должно звучать Давайте Последний вопрос Перед тем Как послушаем Какую-нибудь музыку Если представить Что вы Это вопрос Который я задавала В разных интервью Разным современным Композиторам И коллекционирую Ответы на него Если представить Что вы Ну как бы Другой человек Вы не вы Вы не знаете себя Но вы знаете Композитора Карманова Что бы вы По какому По какой черте Вы бы узнали Музыку Которую вы слышите Безымянную музыку И сказали бы О, это Карманов Вот если Представить Что вы Ваш собственный Внимательный слушатель Я вдруг вспомнил О том Что когда-то Существовало 20 лет назад Такой ресурс Был у Дмитрия Курлянского Назывался Трибуна современной музыки Вот первый раз Я увидел И кстати говоря Один из немногих К сожалению Разов В жизни Я увидел там Критику В свой адрес После того Как написал В 2005 году Пьесу Весна в январе Для Башмета Который сыграл В ее консерватории Это не был Самый удачный Опуск мой Вообще Я его сделал Из кусков Обрезков Музыки Сериалу Только ты Нана Джорджадзе С Еленой Гриневой В главной роли А Башмета Об этом До сих пор Наверное не знает Но сейчас Теперь узнает Юрий Абрамович Извините Но так получилось И там вот этот Страшный удар В середине Это потому что Гриневу Актер Беляев Бьет по морде Кулаком Или ладошкой Ко мне подходили Потом из оркестра Новой России Люди И говорят Зачем Ну все понятно Хорошко красиво Ну зачем вот там Этот резкий взрыв Ну как-то Пришлось отшучиваться Вот теперь Открываю Свои все карты О чем был вопрос По какой черте Можно узнать Вашу музыку По черте Да Трибуну современной музыки Вот там я Обнаружил После вот этой Весны в январе Я прочел Ретроградный Пост течения Там что-то еще Какие-то были Значит репетиты Потом существует Есть такой Прекрасный журналист По фамилии Устинов В газете Музыкальное обозрение И в филармонии Он ведет Цикл называется Я автора Или что-то в этом роде Я автор Где я не смог Поучаствовать Потому что Они предложили Мне 15 тысяч рублей Оплатить Музыкантов Такую сумму На этот вечер Не смог привезти никого Один бы сам Может поиграл За 15 тысяч Но в тот момент Я не концертировал А вот теперь Кстати могу Я не помню Как зовут Устина Дмитрий Устинов Дима Будь добр Перезвони мне Пожалуйста Я могу сыграть На рояле Вот В твоем чудесном абонементе Спустя Десять лет После предложения Но Вот Все время улетает мысль И несет Извините Про черту Черту вашей музыки Узнаваемую черту Я все должен закончить Про эту трибуну Про эпитеты Эпитеты Пера Вот Дмитрий Устинова Был в газете Музыкальное обозрение В таком огромном развороте Про Московскую осень Где В каком-то там году В 95-м или 96-м Мы с моим другом Юрием Павловецким Ныне программистом В Израиле Исполняли мою пьесу Ре-мажор 2 Для двух фортепиано С птичками С магнитофонной пленкой Вот он написал Что Самонадеянный Ре-мажор Примитив Ре-мажоре Музыка для сеансов Кашпировского Вот Вы говорите Ну как можно определить Мою музыку Я считаю Что лучше Чем Дмитрий Устинов Никто не сделал За 25 лет Музыка для сеансов Кашпировского Кто помнит Что такое Кашпировский Или Алан Чумак Давайте проиллюстрируем Чем-нибудь Я знаю Что у нас много видео И даже Есть аудио Давайте что-нибудь Оставим Прокомментируем Все мои видео Аудио Можно обнаружить На моем канале В Ютьюбе Давайте лучше поболтаем Время дорого Мне кажется Что нам Если хотите Какую-то небольшую Музыкальную иллюстрацию Про которую Нет Какую-то небольшую Музыкальную иллюстрацию Просто будет здорово Дать Потому что мы много Говорим про музыку Иллюстрация Я не очень помню Что я вам прислал И что вы здесь положили Там есть Жаня Файлов Ну давайте Пойдем От обратного Из последних Свершений Таких Значительных Для меня Это Сотрудничество С Петрозаводским Карельским Государственным Оркестром Симфоническим И Татьяной Талецкой Она Директор Судя по всему Этого коллектива Мне Во время пандемии Все Плакали от безденежа И отсутствия работы А мне как раз Пришел заказ От Карельского оркестра У которых На тот момент Был некий Совместный Финско-карельский Проект По написанию Музыки Для оркестра Исполнения Финляндии В Карелии Так вот Этот коллектив Заказал мне И я написал Летом Находясь В Ярославской области В деревне Пьесу По названию Ночь на лесном озере Будет премьера Должна была быть В ноябре Она уже прошла Но видимо Состоится Еще весной Надеюсь Съездит Петрозаводск Так вот В Петрозаводске Триумфально Как раз В преддверии Моего Визита Весеннего Значит Испомнили Приехал Прекрасный Наш Велончелист Борис Андрианов Который Частый гость На прекрасном Канале У Ляли Кондауровой И вот Он также Значит И мой Большой друг Он заказчик Моей музыки Для своего Фестиваля Вивачелло Он Уже Сколько-то Лет Пять назад Заказал Пьесу И мы С тех пор То есть Он И ее С разными Оркестрами Играет Знаете Это одна Из самых Таких успешных Моих пьес С точки зрения Чистоты Исполнения Уж точно Потому что Он ее играет Часто И в разных Городах Вот в Петрозаводске Позвучало Лучше Чем где-либо Я считаю И я Дико Водушевлен И Значит Предвкушение Общения С прекрасными Музыкантами Включаем Эту дивную Запись Она у вас там Есть? Прямо Включаем Она мне кажется Первая Да Очень хорошо Вот я просто Первый Ты увидел Что Поехали Вот и звук Вот это Начало Она всегда Очень коварная Сложно Его сыграть Но я думаю Доведем Его уже Знаете Когда записывать Будем Компорт диска Надо сказать Что Музыканты Записали Сделали два дубля Перед концертом Но я пока Запись не получил Жду с нетерпением Музыканты 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 Мы так с Борей решили Что это Что это Фрагмент Любовь Дело в том Что Боря Когда Спрашивал Борю Что бы он хотел Что бы я ему написал Он мне сказал Два слова Рок И трэш Никогда в жизни Не слышал Такого заказа И с тех пор Тоже ни разу Не слышно Но Наслышал Этот трэш Который у меня получился Он мне нравится Трем моим Самым главным Критикам Это Алексею Людмилу Антону Батогову И Музыковеда из Америки И Лене Кубинец Которая руководила Долгое время Оркестр Вот это Спорное С точки зрения Академического Музицирования Сейчас звучит Трэш Опять же ACDC Понимаете Звукозапись Все оттуда Тут коварное место Никогда не получается Феликс Павлович Четко тактирует Здесь Медролог Чтобы нарушать Всегда Некое Некое Новость для меня Сремновый Барабанщик И вот эта партия Барабанок В принципе Написал в ногу Но очень Коряво Барабанщик Не понимает Чего он написал Приходится Обычно Напеть Ну и не так Вот образец Не подражает На премьере В Зале Чайковского На Крестовом Премьере С Новой России Был прекрасный Барабанщик Джазовый Ворта Кабая Здесь Я не знаю Как зовут Заслужен Удачный Молодец Не всегда Бывают Удачные Барабанщики И будем Показывать Пальцы Вообще Это такое Издевательство Над рок И поп Музыкой В каком-то Смысле Вот здесь В конце Как раз То самое Лезвие Острия Ножа На которое Можно легко Свалиться В пошлятину Кому-то Кажется Все Что я Свалился Кому-то Кажется Что нет Не знаю Вам судить Вот это Ну в конце Будет Там такой Будет Чрезмерно Откровенный Разворот Гармонический Прямо Из советского Кино Свой Чужих Среди Чужих Чужих Среди Своих Артемий Трэш Трэш Немножки Такого Звукового Звуковой Грязи Потребление Последнее время В окне Какие-то Восстегают Еврейские Интонации Слушайте Я совершенно 100% Не еврей К сожалению Я с вами Рядом Не сидел Уже наверное Но Увы Увы В общем Называется С кем Выбедешься От кого И наберешься Интонации Конечно В США В консерватории Вокруг меня Сплошь Сплошные Прекрасные Евреи Тухи Обожаю Редактор субтитров Редактор субтитров Никита Михайлов Вылезает Узы Грязи Там где-то В трамбонах Сейчас Усы Такие Проглядываю Встает Портрет Сталина Можно сказать Из фильма Такой На воздушном шаре Самая гадость Сейчас Продолжение следует Может быть Такой Сухи Искать Искать Ваши Может быть Прямо Я слышу Терри Стратег АПЛОДИСМЕНТЫ Не знаю, вот это есть другие любители, знаете, покланяться на сцене. Я сейчас подумала, что эту музыку должна быть очень приятной играть. Чего не скажешь по лицу помощника концертмейстера оркестра. Но в целом безумно приятно. И я еще вспомнила свой разговор с Алексеем Борисовичем, который вы сегодня упоминали. Я брала у него большое интервью для фестиваля SoundUp, который вы хорошо знаете, которое делает мой муж Денис Баяринов, в числе других. И он давал мне большое интервью, где рассказывал и о минимализме, и о своих взглядах на него. И говорю, что важнейшая... Эта мысль мне просто прежде не приходила в голову, поэтому делюсь я ее с вами, если вы не читали это интервью, что очень важная часть минимализма Это некое совместное переживание игроков, компонент, который выносится за скобки, условно, опять же говоря, авангардной музыкой. Да, второе сравнение, с чем можно сравнить минимализм в пару к потоку, это игра, конечно. Это такой play, game, бесконечная. Знаете, жизнь, я, например, в последнее время веду такую жизнь постоянно в режиме какого-то бесконечной игры. Я нахожусь в потоке игры. Вот как. К вопросу про все вот эти трансляции онлайн и диджитал штуки и так далее. Я должен сразу перед всеми тут измениться. Я, возможно, замучил всех, кто следит за мной невольно и пытается, и хочет уже отфрендить меня, наконец, во всех сетях. Но дело в том, что в какой-то момент, что у меня в этом году случились какие-то приятные события, и это так на меня повлияло, что какая-то энергия из меня, знаете, поперла, что называется. Ничего с этим сделать не могу. И, мало того, я в какой-то момент понял, что я могу снимать, могу транслировать и могу говорить. Мне кажется, я сейчас не сделал ни одной особенной запинки. Сейчас вот для меня тоже такой экзамен с вами ораторского вот этого искусства. Причем у меня раньше всегда был некий эффект фик, сейчас пропал вроде бы. Слава Богу. С этим всем я решил, что я буду всячески транслировать и всячески распространять себя везде, хотя я и раньше этим занимался и замучил уже всех еще в 90-е годы, по-моему, на форуме классика, еще в ЖЖ я всех замучил. Но что делать? Я действительно считаю, что предназначение такого персонажа, как я, такого композоида, в том, чтобы наследить как можно больше. И уж вам решать, это выкинуть или оставить, или там истории. А я занимаюсь тем, что я следю. То есть для вас важен момент производства какого-то... Ну, в какой-то момент меня стали интересовать вот эти живые эфиры, лайвы. Я просто вижу, что их смотрят чуть больше, чем... А, то есть вас все-таки интересуют пиар-эферты, потому что по вашим словам у меня сложилось впечатление, что это... Значит, давайте сейчас я вам открою страшную тайну. Я совершенно лишен какого-либо популизма по природе своей. И в данном случае все мои телодвижения, вся эта активность, вся эта экспансия, которую я задумал именно как слово экспансии и как некое действие с таким названием, это все ради одного, ради денег. У меня просто сформировались вследствие переезда в новые студии, некого обустройства, некие такие долги в виде кредитных карточек. Их нужно срочно покрыть. У меня вот, например, в Ютьюбе было до недавнего времени что-то наподобие 4,5-4,6 тысяч подписчиков. Надо сказать, что у меня давно канал существует, я ничего не делаю для его популяризации. Но это как-то вот сами они набежали. Но мне вдруг написал кто-то там, что, дескать, с 5 тысяч начинается какая-то другая жизнь в Ютьюбе. То ли какие-то там привилегии, то ли бонусы, что-то. Я решил, что надо поднажать. Сейчас у меня 4,730 подписчиков. Подписывайтесь на мой канал. Здесь говорят правду о музыке и не только. Можно ли быть композитором и не хотеть быть услышанным? Как вы считаете, бывают ли композиторы, которые искренне пишут для себя? Я уже говорил, что большинство моих коллег почему-то преисполнены ненависти к себе, окружающим и окружающим действительности. На самом деле нет. Если я правильно понимаю, про кого вы говорите, то нет. Им страшно важно быть услышанными, залайканными. Я, наверное, что-то неправильно перепонял. Вы про кого еще в данном случае? Ну, если мы говорим про композиторов вокруг, условно говоря, вокруг фестиваля Другое пространство, но не живущих, даже ваши коллеги. Да, я про них. Хорошо. Вот сейчас была только что премьера моей прекрасной подруги и соученицы в ЦМШ Ольги Раевой нашей. Тоже прекрасной берлинской, прекрасного автора, композитора из Берлина. Так правильно сказать, без феминитивов. Ну, вот это была такая красивая зарисовка, живописная. Но она все равно ни о чем, таком каком-то особенно веселом и позитивном нам не рассказала. Несмотря на всю свою изысканность, витиеватость, равно как и пьеса Невского про 18 вот этих вот, 18 кусочков для оркестра. Жутко изысканная вещь. Я вообще не против совершенно такой музыки. Я люблю ее слушать не всю, но некоторые образцы. Мой музыкальный вкус позволяет мне получить удовольствие, скажем, от музыки Невского и от Раевой. Но я убежден в том, что на сегодняшний момент слишком много в медийных пространствах какого-то негатива. В частности, от академических композиторов все время исходит какая-то тревога. Психиатр называет это словом тревога. Мне кажется, что это не случилось в последние 20 лет. Я недавно делала для Яндекса плейлист, где нужно было подобрать музыку для малышей, чтобы слушали дети. И очевидным образом там не должно было быть ничего тревожного и пугающего. Но я с ужасом поняла, что классическая музыка, которая просто веселая, кроме Полик Штрауса и чего-то объективно тяжелого для восприятия, мне было очень сложно найти. То есть классическая музыка, она практически всегда, мне кажется, последние 400 лет она страдает и болит. Вот я, знаете, я всегда тоже рассказываю во всех интервью о том, что у меня нет никакого концепта. Мой концепт порадует людей, то есть вас, например. Причем, мало того, меня интересует человек в широком понимании этого слова, а ни в коем случае не музыковед. Вот, и не, желательно, не коллега, мой композитор, который наверняка вот сейчас смотрит на меня и думает, вот сволочь пролез, какая падла, какая вот эта пронырливая, да? Ну вот, как ни назови, получается, что да, пронырливая какая-то, я, какая-то субстанция. Давайте в этом месте послушаем еще одну музыку, пожалуйста. Ну, да, давайте, что там у нас есть интересного. Давайте мы по-позитивному, да, не будем негативного ничего включать. Вот, например, к вопросу о музыке, которая еще не выпущена на CD, не записана по-человечески в студии. Вот, например, это была «Контелло», не записанная в студии, это есть некий предмет для размышлений, для звукозаписывающих компаний. И, может быть, даже Лозия могла бы включить меня в какие-то следующие планы свои, чтобы я смог записать. Просто у меня уже осталось, записано все для маленьких составов, остались только большие, они дорогие, тяжелые. Вот, в частности, один из них, вот, называется, такой проект для меня интересный и знаковый. Год не вспомню, но тем, что моя супруга долгое время работала, она скрипачка, Марина Катаржнова, она работала в оркестре «Pratum Integrum» под руководством Павла Сербина на скрипке. Она была во вторых скрипках, сзади концертмейстера Сергея Фильченко, что в конечном итоге ей надоело. В тот момент руководитель, продюсер и директор ансамбля «Pratum Integrum» Михаил Серебряный, руководитель лейбла, который выпускает эти восхитительные супер-аудио-сиди, вот этого ансамбля, значит, он придумал фактически такую коллаборацию между филармоническими коллективами, ну, как бы коллективами филармонической сцены. Это Алексей Уткин и госкамерный. И вот «Pratum Integrum», который собирался выступить в зале Чайковского, и мне было предложено с помощью также продюсера и директора госкамерного оркестра, значит, была изыскана некая сумма, которая минимальная в подобных случаях, и я написал пьесу, называется «Дважды двойной концерт» для двух небольших оркестров, значит, и двух пары солистов, но при этом написал таким образом, что, знаете, ведь известно, что барочные исполнители играют в пониженном строе по отношению к современному, то есть ниже звучат у них скрипки настроенные, ну, там, на какое-то, так сказать, небольшое количество герц, но, тем не менее, это существует, и сейчас эта разница стала очень большой, а рояли, наоборот, современные стараются подтягивать выше и выше, 442, 444 и 5 даже бывает, то есть таким образом уже, понимаете, разница между современным звучанием рояля и барочным старинным строем составила уже полтона, то есть как между до и до диезом или ре-бемолем, и я написал вот такую музыку, в которой половина нот по горизонтали в фа-мажоре с одним бемолем, а другая половина в ми-мажоре с четырьмя диезами. Это забавно получилось визуально, я все думаю тоже издать, это в каком-то хорошем издательстве, например, на издательстве «Дан Эмус» в Голландии, который меня часто издает, вот такой забавный опус с разными знаками при ключах, но в итоге все это сходится в благозвучии, все мои пьесы длятся достаточно долго, поэтому я включу и буду еще в какое-то время болтать под это дело, потому что мой формат, это я так уже для себя вывел, что пошло, нет, пошло, мой формат это где-то от 10 до 15 минут, какой-то такой, иногда меньше. Здесь у нас начинает именно барочный коллектив, который играет в низком барочном строю 415 Герц, использует копии старинных инструментов, приехал специальный итальянский потрясающий габаист Паоло Граци, вместе с Алексеем Уткиным, а также с Ольгой Бушейковой, флейтисткой и женой Уткина Мария Чепуриной, моей соученицей, взаимосвязанной, здесь все связано, взаимосвязано. Мы это сделали. С тех пор мы это сделали дважды. И еще один раз в Петербурге силами прекрасного петербургского коллектива. Дивертисмент Илья Йов. Привет тебе из Москвы. Ждем ближайших грядущих свершений наших совместных, совместных, может быть, из Москвы Хрущевой. Вот здесь уже смешиваются два коллектива в разных строях. И плавно перетекает музыка из одного коллектива в другой. Это можно сделать на записи интересную. Вот видите, сейчас филончель бросит играть. Бросил. Заиграл современный коллектив в другой тональности. Они наверху там стоят. И рояль где-то в кустах. И так всю дорогу будут чередоваться, сходиться, сходиться, чередоваться. Я начал, знаете, по какой-то баховской модели, очевидно. И опять же, вот что считать цитированием, а что нет. Псевдо-квази-цитирование. Тут скорее такая иллюзия на стиль, чем... Ну да, наверное, да. Это, знаете, это моя... Здесь проявляется моя любовь к барочному исполнительству, к моей супруге. А также к... К Назару Кожухарю, который тоже стоял у истоков барочного исполнительства. И много сделал в ранние годы его концертирования. Вот сейчас кусочек баха, да, такой... Высовывается бах из потока. Вот это нечестный момент сейчас был, а? Зашел с козырей. Интересно вот так комментировать музыку. Отличный шаг. Мы же так делаем, никто вроде... Это ощущение, что поезд ехал в сторону Бранденбурга, а потом... Как это вот... Я не знаю, как это все сочиняется. Это... Сейчас вот тоже негромкая фраза, но это часто приходит вне моего участия. Я так наблюдать за ним являюсь. Как-то оно сочинилось. Я сейчас не помню, как это идет. Я только помню, что вот этот диньял, какой-то момент мне надоел. Это все время бывает. Когда что-то надоело, хочется заменить. Какую-то перемену. Все время думаешь о публике, в которой сидит, и вот ей уже надоело. А нет. Сейчас продолжается опять в руках старинного коллектива. Обратите внимание, справа стоит ныне звезда Дмитрий Синьковский с хвостом. Это знаменитый сейчас исполнитель порочной музыки, который выступает в заряде с сольными проектами, который запел, понимаете, темором потрясающим образом. Вот тоже удивительная история. Человек, Дима Синьковский, в туалетах, понимаете, в консерватории солировал фальцетом, передразнивая Симону Кермесу. Какой-нибудь. И допередразнивался до того, что запел сам, и вот теперь поеду на лучших сценах мира. Да, я пытаюсь транслировать все время какие-то позитивные вещи. Потому что много негатива. Он все время, он в форточку, он в телевизоре, он в интернете весь страшный негатив. Какая-то бесконечная вирус, война, Украина, какая-то там, это сейчас не Армения, тоже этим Азербайджаном, не Бутёвым, я бы сказал. Ну, в общем, понимаете, все это было до хрена. И вот это вот сейчас звучит сложное созвучие такое, да? Такое про нашу действительность. Такое соединение взаимоинтересов. Все-таки гармонию изучал в консерватории. Не совсем музыка для сеансов Кашпировского, правда? Медитации не получилось бы в полной мере. Вот сейчас я вам покажу, наступает момент, в котором мне надоело писать этот материал. И я решил включить немножечко Карманова. И бывает такое. Пишешь, пишешь, потом думаю, что-то куда-то я далеко. Надо включить Карманова. Ну, а Карманов, он также, может, ассоциируется с весной, например. Например, мой друг Гоша Пелец из Риги. Гоша, сферен, что он под 70 лет, и даже больше, вообще-то, на Курсник Мартын. Вот он считает, что весна. Вот она. Нужно тут добавить громкости, конечно. Вот так, включили тумблер Карманова. Вот вы спрашивали, что за стиль такой Карманов? Вот он. Ответ здесь. Надо сказать, что у меня есть и грустная музыка тоже. В какой-то момент я понял, что у меня никакой нет грустной музыки. Я давай писать чуть-чуть погрустнее. Ну, и жизнь такая, знаете. Да, конечно, слово медитация, это всегда применимое к моей музыке слово. Надо взять и уметь открусить суету и начать мотать башкой. Мотать башкой. А что-то же крутит башкой. Кашпировский. Крутим то, что и заряжаем воду. Так же момент будет. Вот она сейчас вырастает. Ну, дальше может не слышать. Весна уже наступила. Хотя весна, она не может так вот наступить быстро. Она длится. А, слышите сейчас? Я прошлое весну встретил пандемическую в деревне, на природе. Соединяюсь абсолютно с весной. С березовым соком. Вот здесь он есть. Когда березовый сок капает в банку, специалисты называют это словом капит. Такие странное слово капит. Идиотское, противное слово. Это капелька висит. А может быть это сосульки капают. А не березовый сок. У меня, кстати, я бы то же самое, наверное, делал бы сейчас дома на своем канале. Мне просто с вами гораздо интереснее. Веселее. И тут большой экран такой. Денис сидит вообще классно. Земляк, Зема! Зема – это слово из армии. Вы помните, что я был в армии в трех местах. В том числе 17 дней провел на Глубдвахте. Это отдельная глава моей книги, которую я напишу, когда меня перелизывают. Вот, вот это волшебный Маула Граци. Он известный такой чувак. Убороченный мир. И капель у него упороченный какой-то, знаете, без железок. На нем играть очень сложно. Там, Филипп Нобель до сих пор не научился. Уже сколько учится, все в бестолгии. А вот он умеет. Чего, что я говорю, это слишком много, наверное, всего, да? Я вспомнила, как брала интервью такое большое, но многостороннее. Потому что там был Филипп Нобель, который говорил, что некоторые Нобель просто не берутся. Так что я... И обороченный Габо. Я очень люблю прекрасного Филиппа Нобеля. Он крупный педагог. Это точно. Мегабоист, естественно. Один из лидеров габоиного движения. Во главе которого, конечно, находится вот этот человек. Алексей Уткин. Да, редкий случай применения рояля с плавесином одновременно. Причем в разных строях, да? Но до сих пор почему-то на Западе не заинтересовался никто. Хотел издать, Струбеляев издать, но... Что, да? Не удалось. Вот тут тоже смешиваются всякие весенние субстанции. А вот это, наверное, кстати, братская грязь, да? Там вот журчит. Не иначе. Или Байкал. Это же под Слюдянкой в деревне Мангутай. Там есть такая горная река. Я не помню. Безымянная речка. Мангутай. Это чуть дальше Слюдянка в сторону Байкальска. Это было, когда мне было 3 и 4 года. Есть фотография. Вот это тоже по сложности сегодняшнего мира. Можно сказать, что это коронавирусная тема. А вот минимализм, да? В чем минимализм? Техника. Техника развития музыки. Музыкальный материал. Это не повторим. Вот это не за... Ну, как бы... С использованием подобной техники мы уходим от суетливости приятной романтической музыки. Академической, классической. Вот это вот все разговоры про любовь, там, вот это вот, морковь и прочие вещи, это не про нас. Мы над мирными вещами занимаемся. Как некий известный режиссер из Риги, кинорежиссер Евгений Пашкевич сказал мне, мне нужна музыка, как будто огромный орел летит над землею. Орел когда-то в юности был птенцом. Об этом мы слышим в этом палете не вылупившегося орла. Здесь, как вы понимаете, опять аллюзию в сторону старинной музыки. Идет передача от левого к обоя, к правому. Флейта догоняет флейту. Удар! Хлесткий удар, еще говорят хлесткие слова. Я, можно, буду изображать его в предыдущем футбольном матче? Вот справа мы видим старающегося Дмитрия Синьковского. Он вырывается вперед! Ну, в общем, ладно, я даже мешаю слышать. Ну, ведь скучно же так сидеть просто и смотреть на экран. Нет? Мне вот, например, стало скучно сидеть дома в одиночестве просто так. Даже смотреть в компьютер мне стало скучно просто так. Мне теперь хочется это кому-то показывать. Но хочется это делать, показывать исключительно с одной целью. Ради заработка. Я вам уже объяснял, еще раз повторюсь. Никаких разговоров по высокую духовность и высшее предназначение композитора, врачевателя, души. Вот всей этой хер ерунды не будет. Это вот другое пространство. Пространство наше и другое. Обычное пространство. Такое должно быть нормальное, обычное пространство здорового человека, мужского полового, женского пола. терпеть не могу пафосные окончания. Очень пафосно люблю. Вот никогда не встретите в моей музыке финального аккорда. Спасибо. Друзья, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? У меня вопросы кончились. Ну, кстати, это можно на повторе запросто. А, у нас есть дополнительный микрофон, да? Есть микрофон. А, у меня же был еще один вопрос. Но я приберегу его на случай, если повиснет неловкая пауза. Пока готовится вопрос, еще я тоже такую тему могу поднять, связанную с тем, что меня многие сейчас стали обвинять в эксгибиционизме. Говорит вроде, да? Вот где эта грань, где вот это вот лезвие ножа, зоны хорошего, вкуса, с точки зрения моей открытости к вам. Павел, это ваш земляк из города Ангарска. Привет! Привет, братск! Вопрос у меня такой, я давно уже думаю об этом, и сегодня у меня как-то отчетливо сложилась эта картина, что вы, конечно, не минималист, вы панк, композитор панк. Конечно. Когда я услышал историю про... Сало? Про сало и село панки-панки, я как бы... Тут все, все мои сомнения улетучились. Но, тем не менее, в вашей музыкальной, так сказать, биографии, сегодня много коллективов и композиторов, стилистик направления прозвучало, от Баха до Гулькина, и назад, но ни одного панк-коллектива я не услышал. Все-таки, может быть, есть любимые... Самое интересное, что я терпеть не могу, Sex Pistols, и вот все вот такое, вот это ненавижу, и очень люблю AC-10. Ну, AC-10 все же не панк, они такие более классицистские, так скажем. Хотя хулиганство некоторое присутствует. Ну, да, наверное, Бонн Скотт был больше панком, да. Бонн Скотт. Да. Окей, ну, а русские панк-коллективы, нет? Сибирский панк, знаменитый, гражданская оборона. Есть какие-то области, которые прошли мимо меня, например, Кинг Кримсон. Я до сегодняшнего момента не представляю себе особенного представления, что это за музыка. Я слышал какие-то записи, но так не системно, а есть люди, которые, знаете, с молоком матери это впитали. Но вот я пошел с детских лет по Пинк Флойду, вот по этой какой-то стезе, по такой вот, какой-то медитативной стезе. Я вам скажу, вот я недавно закольцевал еще одну вещь, потрясающую вещь. Я купил за 900 рублей на Авито магнитофон Нота 303. Это магнитофон, который мне купила мама в 5-летнем возрасте в Новосибирске. Я еще цифры не знал, а уже назвал его Нота Зоз. И благополучно записал на нем какие-то бобины и забыл, сто лет, как где-то пропал в переездах этот магнитофон. Вот сейчас я его купил, вот он стоит у меня там красиво на видном месте. Я для него, вот удивительная, конечно, вещь Авито, я заказал в Тамбове пасеки для него, а в Челябинске сетевой шнур с таким странным предохранителем. Вот сейчас это все придет ко мне домой, я буду включать записи вот как раз такого типа, которые я сделал первый раз в своей жизни. Я, знаете, учился в классе, наверное, в пятом-шестом, в школе, в Цимша, конечно, все-таки это была продвинутая школа, но тогда я помню, что все страшно любили вот Атаван, вот была hands up, вот это все плясали на дискочах, еще не было понятия дискочеха, были танцы, вот это hands up, и я в тот момент созрел, я решил, что раз я изучаю там шнитки Дениса Вукубайдулина и Пендерецкого, вот я должен изучить эту область, а я, надо сказать, что ведь до определенного возраста вообще не знал о существовании эстрадной музыки, я никогда не слушал ее, ни в каком телевизоре и каких в ВИА не слушал, только классика, только вот банан, связиальная спица и классика, вот, а банан, в смысле, съедобный, и вот первая катушка, которую я записал, катушка вот для этой ноты ЗОЗ, приказанное слово ЗОЗ, значит, первая катушка, я спросил, недавно скончался наш одноклассник Женя Зимин, такой Джон у нас был, известный такой чувак, большой, красивый парень, значит, Джона, я спросил, говорю, ты можешь узнать каких-то там больших ребят из интерната, что такого записать хорошего в студию звукозаписи, и мне он принес бумажку такую, я помню ее, написано было Пинкс Флойд ДТ, вот, с ошибками, я это принес в студию звукозаписи на Новоарбате, недалеко от магазина Грампластинок, и где-то за, кажется, кинотеатром Октябрь, и там, в таком обычном советском доме, была студия звукозаписи, я туда сунул вот эту Пинкс Флойд ДТ, мне сказали, что такое нету, но есть Пинкс Флойд, а что вы хотели бы, я говорю, ну, не знаю, первый раз, и мне записали сборник вот на эту бобину, на девятую скорость, даже не девятнадцатая скорость была, а девятая, потому что на ноте ЗОС только девятая и четвертая скорость, и, может, четвертой даже нет, и я записал туда сборник, назывался Грейтс Хитс Пинк Флойда, который начинался с этого прекрасного аккорда «Wish You We Here», вот этот вот сульминорный аккорд синтезаторов, я помню, что я приехал в этот свой Лопатинский рудник, Воскресенский, а это, значит, платформа 88-й километр, полтора часа в электричке, автобус еще минут 20, и вот там на окраине поселка в эту хрущобу я пришел, принес эту катушку, зима была, я открыл это морозный воздух какой-то, ворвался в балконную дверь, я включил вот этот сульминорный аккорд, я совершенно офонарил прямо сразу практически, то есть, для меня, для любителей Чайковского, Бетховена и прочих вещей, это было удивительно, во-первых, звук синтезаторов, уже хороший Уппинг-флойд, это был сборник 80-го года, то есть, там все уже было нормально, вот, и, ну, потом там пошли все вещи, тайм, в общем, лучшие вещи из лучших дисков, и после этого, я, конечно, дальше уже, мне мой друг, Артур Гиски, скрипач, который теперь в Сиэтле, принес, привезенную из Риги пластинку, Dark Side of the Moon, вот, и пошло-поехало, что называется, вот, как-то вот, оттуда все мои пришли пристрастия по поводу рок-музыки, но я прошел мимо Кинг-Кримсона, мимо гражданской обороны, мимо вот этой, всей вот этой, лабуды. А Джонни Роттен и Sex Pistols ненавидели Пинк-Флойд. Вот, да, значит, все правильно. Но дело в том, что я в конце 80-х, перед уходом в армию, сильно стал увлекаться деятельностью московской вот этой рок-лаборатории. Я стал ходить на концерты, дело в том, что я тогда постоянно околачивался в Мерзляковском училище при консерватории и ухаживал за некой симпатичной гитаристкой. И проводил круглые сутки фактически за игрой в бур-козла на задах этого Мерзляковского училища. И что-то я отвлекся, по-моему, да? О чем мы говорили? У меня есть еще вопрос, чтобы закольцевать. Да, кольцуем. Кольцуем. Я могу отвлекаться, извините. Но это минимализм, все понятно. Луп-луп, поток. Когда-то мы с вами разговаривали, делал интервью, и вы сказали о том, что у вас есть идея, замысел, горячее желание написать оперу для трех контр-теноров под названием «Скопцы». Мне интересно, продвигается ли проект? Я вам сейчас расскажу. Это интересно. У меня, знаете, у меня очень сложные отношения с оперы вообще и с оперным пением в частности. Ну, например, на меня только что обиделась прекрасная оперная певица из Амстердама Анна Озерникова, которой, я не с ней записал пьесу Голландии, которую она мне заказала, оплатила. В общем, я ей страшно благодарен за этот заказ. Но дело в том, что я уже давно не люблю, вот с тех пор, как появился, знаете, канал Мецца и вот эти вот барочные, значит, контр-тенора, я перестал любить то, что в Большом театре на сцене выдают. В любом, хоть, будь то не Трепко или кто угодно. Поэтому на меня обижаться оперным певцам не следует. Просто как данность воспринять то, что мне нравятся такие голоса, как будто, скажем, Алиса Тен, которая и записана в пьесе Голландии на моем новом альбоме и в виниловом даже диске, который я сегодня отслушал и поставил вето, добро и теперь он будет выпущен и в январе где-то будет продаваться, я не знаю где. Вот, но я опять, у меня мысль теперь уже начала убегать. Что? Контр-тенора. 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 Да, опероскопцы, конечно. Вот на волне любви к контр-тенорам и подобным вещам я также в какой-то момент пытаясь мыслить афишами, афишами, проектами, брендами, названиями, я придумал слово скопцы на афише Большого театра. Сначала было слово. Пауза отличная. Скопцы. Это такое какое-то вот страшное, да, звучное довольно-таки слово, как сдоба какая-то или там, я не знаю, что. мне показалось, что написанное на афише Большого театра это будет привлекать много интереса неподдельного. Уж не говоря о том, что, да, но при этом я должен сказать, вообще-то я не планировал там никакой порнографии, ничего такого и не дай бог ни в коем случае никакого гомосексуализма. Но я эту историю как-то так вот носил себе, ну, как хохму, конечно, в большей степени. Кстати, с этой хохмой я пережил работу в Большом театре с оперой «Князь Игорь Бродина» и Юрием Петровичем Любимовым, но так никому так об этом не рассказал, не, понимаете, Синаискому и Василию, вот, не никому-то еще про скопцов, вот, не поведал я, а зря надо было, но, может быть, все впереди, может быть, нас смотрит директорат Большого театра и они сейчас подумают на эту тему, потому что вслед за десятниковскими триумфальными проявлениями, значит, в Большом театре, по-моему, настал черед устроить скандал с поругателями, значит, литературы там, наподобие Сорокина, вот, и с моей музыкой тоже пора, я, знаете, не чужд эпатажа, так сказать, до определенной степени, конечно, но, тем не менее, вот, уж не говоря о том, что, как вы знаете, я все делаю исключительно ради заработка денег и получения как можно больше заказов, популяризации своей имени, глядишь, кто-нибудь придет ко мне завтра с работой, кстати, сейчас делаю фильм для байкальских людей каких-то, хореографический фильм странный, они на берегу Байкала пляшут, серьезно? Вот, контемпор рейденция, вот, и, значит, по поводу, я говорил, скопцов, значит, все это закончилось тем, что я рассказал эту историю моему другу, журналисту, известному, кстати, по части спорта, в основном, Игорю Порошину, он в свое время был мужем Полины Осетинской, моей подруги, пианистки, видите, как все связано, заказовано, просто ужас, сейчас какие-то сплетни уже просто выдаю. Ну, так вот, Игорь Порошин мне на день рождения принес просто вот этот текст, это такой синопсис, он хранится у меня в компьютере, синопсис нам рассказывает в нескольких картинах и действиях на очень литературном языке, Игорь прекрасный говоритель и писатель, и, значит, некую историю абсолютно нормальную про некого скобца Кондратия Селиванова, который жил во времена Екатерины Второй, Великой, и, значит, опера начинается, во-первых, избиение в стане хлыстов, ну, то есть я думал об неком экшене, да, экшен, чтобы был, не только, чтобы композиторы бегали разные по сцене у нас, а чтобы еще и хлысты стегали друг друга плетками, как следует, вот, и я, значит, думал, что это будет очень круто, следующая, вторая картина начинается, у Екатерины Великой конкурс певцов, итальянцев, кастратов, приехали, три кастрата, какие-то там, кастрата, и вот они, собственно, поют три арии на конкурсе Екатерины Великой, и тут ей говорят, что, а есть у нас, где, такой, дескать, скопец, Кондратий Селиванов, и она говорит, а подать мне сюда его, значит, под мои белые руки, ну, вот такая опера, то есть, короче, Кондратий Селиванов побеждает в этом конкурсе всех этих кастратов несчастных, вот, и несчастных, понимаете, вот, после чего он становится фаворитом, значит, королевы, то есть, это Екатерина Великой, и, в общем, это фаворитство, ему выходит боком, его ссылает на каторгу, и в конечном итоге он поет последнюю арию, знаете, там очень красиво придумано Игорем Порошиным, что сцена поворачивается, и, как бы, мы видим половину сцены, это в Кандалах Кондратий Селиванов, там, полосатые роби, а другая, это плачущие тюремщики, вот, и, по-моему, это имеет право на существование такой синопсис, но я с этим синопсисом куда только не совался, вы знаете, люди, конечно, чураются, просто, одного слова, скопцы, я как-то раз был на заседании Московского театрального какого-то союза, СТД, просто сидел, и там были, была презентация разных проектов, разных авторов, композиторов, кто-то мюзикл, кто-то там еще что-то представлял, я там вертеп свой представлял, и в числе прочего, я подсовывал вот этот синопсис со словом скопцы, разным литературным деятелем, вообще, во время, знаете, круглый стол, президент, седак, я скопцы туда, раз, и, в общем, я помню, литератор Яковлев дико возмутился, и сказал, что-то я напишу лучше в 10 раз, чем эта муть, кто-то там, сразу убирает всю эту гадость, фу, ну, в общем, и так никто не заинтересовался этим. А вы не думали о краудфандинге? Мне кажется, что вы бы собрали нас скопцов, вообще, довольно быстро. Вот, теперь буду думать о краудфандинге, но я вам скажу, что в какой-то момент, я думаю, что все присутствующие уже готовы скинуться на скопцов. Думаю о популяризации этого сюжета, и этого прекрасного синопсиса, я обратился к моему другу, художнику, и трубачу из Германии, из города, Ганновер, наверное, Ярославу Шварштейну, который пишет, рисует все восхитительные иллюстрации к книгам Сорокина, а также к афишам ансамбля «Персимфанс», который тоже играет мою музыку, и на днях они празднуют в заряде день рождения Бетховена, буквально завтра. Спасибо за подсказку. Все в заряде, завтра супер-мега-вечер гипер-Бетховена. В общем, я не знаю, как даже вам сказать, что вы пришли туда. Хотя туда опускает не все. Мне кажется, билетов уже нет просто. Наверное, нет, даже на 25 процентов, ой, прости. Значит, будет трансляция все. Я буду перетрансляцию делать в заряде у себя на канале, все ко мне на канал. А насчет скопцов, я обратился к Славе Шварштейну, который, как мы знаем, друг Сорокина. Мало того, у меня с Сорокином есть много, так случилось, общих друзей из одного какого-то, знаете, ареала обитания и одного класса, даже в школе, по-моему, возникла целая компания, потрясающая целая плеяда потрясающих деятелей культуры. Это и Лев Евзович, насколько мне известно, режиссер Александр Зельдович, почему у него с Сорокином дружба. Они все из одного класса одной школы, какой-то московской, продвинутой. Я не помню точно, мне может кто-то поправить. И я обратился к Славе, говорю, слушай, ты можешь мне устроить какую-то, так сказать, аудиенцию с Сорокином? Я с ним знаком, но так очень шляпочно, давно, может быть, я поговорил бы с ним про оперу, думая, конечно, о том, что найти. А я с этим, с Синопсом, скопцы, вы должны понимать, я приходил к Курензису, например, и Курензису было, он тогда был как раз в Большом театре временно, и ему было, в общем, все равно, что там будет происходить. Я мог заручиться его поддержкой тогда. В общем, как бы, могла возникнуть интересная история. Я созвонился с Владимиром Сорокином, он назначил мне аудиенцию не где-нибудь, а, конечно же, в кафе Пушкин, и я пришел, и там между какими-то другими деятелями литературы и искусства, он принял меня в прекрасном кабинете, и мы там пили чай, ничего более, и, собственно, там я ему вручил этот Синопсис, что, видимо, сделал зря. Хоть я ему на словах и объяснил вот эту преамбулу, вот эту фабулу, но надо было так ему и оставить с этими размышлениями. Но я ему всунул этот Синопсис Игоря Пороша, наверное, литератор не любит, когда ему подсовывают чужой текст, переделывать, тем более, такой человек, как Сорокин. В общем, он денек подумал и написал мне, что с моим инструментарием мне здесь негде развернуться в истории про скопцов. Я подумал, что действительно никакой особенной копрофагии я не планировал, тем более на оперных подмостках, на которые я очень рассчитываю. В конечном итоге с этим сюжетом. Да, мы будем очень ждать оперу с копцы, я вот лично... Краудфандинг, если канал, ваш прекрасный канал поможет, мне и подписчики канала дадут добро, я с удовольствием объявлю этот краудфандинг на платформе и мы сделаем эту оперу, я продам ее какой-нибудь опергруппе, например, или какой-нибудь еще институции. И заживем. Есть еще... Что? Нет? Время? Можно задать вопрос? Я ничего не вижу, потому что мне светит прожектор. Нам светит прожектор, не видно, говорите микрофон. Просто берите микрофон и задавайте вопрос. Мы вам ответим. Здравствуйте, Павел. Вопросы от уроженства города Иркутска. О, потрясающе. Ура. Земляки. Я вас часто видел на концертах другого пространства сейчас. Хотел спросить, что вам особенно запомнилось? Ну, я, на самом деле, я был не так, не на таком большом количестве концертов, по-моему, только на двух, если я правильно помню. Мне очень понравилось то, что я слышал практически все. Это вообще потрясающий, конечно, фестиваль, единственное, в самом роде, самый главный, самый центральный и самый качественный. Качество трансляции на другом пространстве, это качество, просто канала МЕЦИ, действительно, по монтажу всех этих камер. В общем, это очень здорово. Я приятельствую с Сергеем Невским, у меня всегда интересная музыка. Когда-то давно, кстати, я был ведь очень нетерпимый по отношению к авангардистам и позволял себе высказывания всякого рода. И вот наше сотрудничество, например, с тем же Теодором Курензисом, оно, так не успев начаться, закончилось во время первого моего к нему визита, единственного и последнего, в гости лет 15 назад, когда я пришел. И вот он начал мне, там сидело большое количество его поклонниц, поклонников, все сидели на подушках на полу, горели свечи, курился фимиам. И в какой-то момент Теодор начал диджествовать, явно с расчетом на меня. И, ну, как вновь прибывшего, уж не говоря о том, что какого-то там композитора и, как еще говорят, минималиста, фу. Он включил музыку Невского, а я в тот момент высказался резко и все педалировал тем, что, дескать, негатив, позитив и так далее. Вот это все. И там какая-то как раз была вокально-инструментальная музыка Сергея, и я услышал вот этот жуткий вой чудовищный какой-то, то есть прекрасный, вероятный, но в моем понимании абсолютно чудовищной академической певицы с этим вибрато, вот это вот ненавижу все. Я люблю когда вообще без вибрации или совсем чуть-чуть вибрации в самый конец, ноты. А вот это я не могу совершенно слышать. Вот я такого услышал, меня включил Теодор Коврензис и встал в позу и спросил моего мнения. И тут я, будучи в подпитии, я позволил себе некое такое, так сказать, выступление вот как раз про ре-мажор, перебирание, взгляд на солнце. И в общем, я как-то все свел к тому, что мне не хочется говорить о негативном. Негатив, в моем понимании, это что-то плохое, а что плохое, что может быть хуже плохого? это экскремент. Я сказал другое слово, сейчас не буду его транслировать вам, но на г, я сказал, это совсем знакомое слово. Я говорю, это же, простите, не могу сдержаться. Ну и что же ответил мастер Коврензис? Говномузыка, сказал я вот это слово. Говномузыка. И сказал, что я хотел бы повествовать людям и транслировать что-то про солнышко и цветочки. И вот тут Теодор Коврензис встал в позу и сказал, нет, нельзя, нельзя писать про солнышко и цветочки, когда в мире столько боль. Понятно. И повисла такая пауза, после которой я был вскоре выгнан, ну отправлен в своясь и больше там не появлялся никогда. Я надо сказать, что один раз поучаствовал и даже не один раз на Дягилевском фестивале Теодора Коврензиса в Перми, но думаю, что это было обусловлено участием в моей музыке Алексея Любимова, конечно же. Но не только. Еще кого-то. есть вопросы какие-нибудь? Если вопросов больше нет, то я хотела еще спросить про пластинку, которая вышла, и которая будет продаваться в январе. Давайте во-первых, всех приглашаю на мой канал в YouTube, где от скуки и необходимости заработать денег на просмотрах и рекламе, извините, реклама у меня есть, я же работал в рекламе 15 лет, в конце, которые имеют право рекламировать тоже что-то и использовать рекламу в своих целях. Так вот, я там подробно рассказываю уже в миллионе эфиров, сегодня я купил и включил фонокорректор моего нового прекрасного проигрывателя, виниловых проигрывателей, и я тестировал этот винил моего нового альбома, который будет также в виде CD, и также он уже есть во всех возможных платформах iTunes, Spotify, все что угодно, Яндекс.Музыка, YouTube.Музыка и все что угодно, Deezer, везде есть, можно слушать, называется Павел Карманов «Музыка для Алексея Любимова», это диск, который действительно собран вокруг персоны нашего любимого профессора Алексея Борисовича Любимова, который стоит у истоков за кольцуем барочного старинного исполнительства в Москве, в России, в мире практически, то есть один источник, столпов всего этого дела и в моем сознании это связано с барочными голосами, с оперой с капцей и пусть на меня не отбежается никто и в том числе сам Алексей Борисович, я здесь слишком вольно иногда трактую свою музыку, в том числе вольно подставляю к нему какие-то видеориты, в частности Алексей Борисович до сих пор мне кажется на меня рассержен из-за того что я позволил себе идиотское употребление его чудесного исполнения моей пьесы Шума Ниана вместе с транслированием телевизора через телефон с употреблением фейсбучных фич так называемых вот этих идиотских рожек, ушек и прочих приблуд фейсбука, которые меня в какой-то момент занимали я вот что-то поснимал а там в телевизоре случайно оказался Путин Киселев и Соловьев и так они все по очереди у меня получились случайно это же я живу в режиме видеоимпровизации вот я сейчас даже видеоимпровизирую прямо с вами вот и я в тот момент тоже я включил я просто транслирую кусочек своей жизни я как наблюдатель со стороны просто смотрю что мне показало телевидение российское под музыку мою вот такое я увидел снял положил вы понимаете вместе с Федяновыми Путина Киселева и Соловьева не только их там еще много было других всяких идиотских Федяновых с рожками с ушками и в общем осерчал Алексей Борисович я конечно как мог извинился перед ним но он до сих пор серчает вот это что касаемо моего нового альбом так я странно отрекламировал альбом поговорил про рассерженного профессора но тем не менее вокруг рассерженные фигуры профессора и персоны его любимые наши вообще фигуры а надо сказать что мы так относимся к нему как знаете к музыкальному практически божеству Господу Богу пусть он сейчас не обижается за пафосные слова но это так и есть это нормально это не пафосно он для нас гуру-гуру панки-панки вот и в общем он у истоков всего в моей жизни в том числе он играл на том концерте с музыкой Мартынова и Олегом Худяковым в 78 году в доме художников ну понимаете да вот сколько всего тут закольцовано сегодня у нас хорошо получилось в разговоре все это закольцовать наконец у меня и речь моя гладкая и в общем Алексей Борисович Любимов я думаю все равно простит меня никуда он не денется потому что музыка удалась но тут безложные скромности какие-то еще вопросы спасибо огромное Павел спасибо приходите пожалуйста еще все а я еще хочу приходите ко мне я сейчас вернусь домой продолжу каждый день эфир я в ежедневном эфире в ежедневном режиме